А сейчас немножко отдохнем. Зажмурим глазки на несколько секунд. Зажмурили и открыли. Каждые 45 минут гимнастика для глаз. Второклассники выполняют упражнения регулярно. Сидит ли ученик на первой партии или на последней, детские глаза все равно напрягаются. Поэтому перерывы во время письма или чтения помогают снять усталость. Когда болят глаза, я обычно чувствую, что они у меня чешутся. Мама говорит, не чеши, потому что если подождешь, они перестанут чесаться. Когда домой прихожу, я прям даже немного играю, прям уроки не хочется как-то делать, прям спать хочется. Потому что уже глаза и так много устали, а еще на фортепиано уроки делать. При чтении врачи рекомендуют удержать книгу на расстоянии не меньше 30 сантиметров от глаз. Домашние задания выполнять при дневном свете или располагать настольную лампу сверху слева. Интерактивные доски, которые сейчас есть почти в каждой школе, по Санпину можно использовать не дольше 10 минут. А также учителя стараются менять вид деятельности. Отслеживаем, чтобы детки, которые имеют проблемы со зрением, сидели только на первой и на второй парте по рекомендации врача. В начале каждой четверти обязательно меняем детей местами. То есть меняем ряды или просто пересаживаем ребят. Ну, здравствуй. Пойдем, присаживайся. Давай сюда. Как дела у тебя? Нормально. Нормально? Хорошо. Посмотрим глазки? Да. Богдан в этом году пошел в первый класс. Сидит за третьей партой. На зрение не жалуется. Говорит, что телефоном пользуется редко. После урока входит в бассейн и каждый год посещает окулиста. Ничего близкого нельзя смотреть. А тут нет. Если у тебя глаза болят, нужно одевать очки. Чаще всего школьники страдают именно близорукостью. Причины разнообразные. От наследственной предрасположенности до частого использования компьютеров. В группе риска дети со сколиозом и хроническими заболеваниями верхних дыхательных путей. Первый год жизни обязательно должен ребенок посмотреть на широкий зрачок. И в дальнейшем уже через каждый год нужно осматривать ребенка. Уменьшать общение с мониторами. То есть ребенка нужно как-то увлекать другими способами. То есть это либо физкультурный момент, плавание, баскетбол, бадминтон, что улучшает зрение тоже. Если же зрение у ребенка все-таки ухудшилось, окулисты советуют подобрать очки и незамедлительно начать лечение. Чтобы сохранить зрение, врачи рекомендуют не только соблюдать личную гигиену, но также прорабатывать правильный режим дня. К примеру, прогулки на свежем воздухе лучше, чем просмотр телевизора. А также соблюдать рацион питания продукта, использовать богатые полезными витаминами. Александр Волков, Арман Фенин, телеканал Эфир.